Ребят, всем привет! У нас сегодня с вами просто невероятный мукбанк, вы только посмотрите. Во-первых, сразу вам показываю, это рюмка с шоколадом, он еще горячий, мы будем мыкать сюда клубнику. Вы знаете, у меня тут еще есть вот что-нибудь поместилось, это обалденно вкусило миндальный колоссан, ребят, но вот некуда мне уже его класть сюда. А так я вам рекомендую, он очень вкусный. Так, ну что, сейчас я немножко ракурс сделаю. Выберем что-то среднее между мной и пироженными. Так, вроде бы нормально. Ребят, так, давайте, я прямо сейчас переживаю, как всегда, когда такое красивое видео, переживаешь. У меня было, у меня был план вообще поговорить сегодня про воспитание, потому что я очень много про это читаю. Но, ребятки, у меня сейчас такое, знаете, эмоциональное вообще решение созрело. Ладно, давайте попробуем. Так, во-первых, это разные тортики. Вот этот, мне кажется, очень вкусный торт, он называется шоколадно-миндальный. Давайте посмотрим его поближе. Я кусочек отломила. Вот такой вот. Просто вау. Ой, сегодня реально чаепитие царское. Вкусно. У меня сейчас, вы знаете, такое, обалденно, вкусно, эмоциональное решение вдруг пришло ко мне в голову. Ребят, я хочу полностью поменять контент. Я, честно, хотела поговорить о другом. Ну, я даже написала, знаете, первый раз сценариевчик видео. Но, я хочу сделать заявление. И омрачить наше прекрасное чаепитие с вами. Так, ладно, подождите. Давайте это сделаем. Я просто не могу, знаете, без... Надо как-то это подсластить. Это просто шикарно. Посмотрите на это. Это настоящая клубника в шоколаде. Я не знаю, как я хочу это сейчас сказать, потому что это обалденно, и не хочу это заканчивать. Ребят, вы знаете, как я люблю мукбанги. Обалденно, вкусно. Я просто обожаю мукбанги. Я люблю вот эту атмосферу. Когда сидишь, много еды. Это мое РПП. Да, привет. Но люблю я это. Ребятки, но... Посмотрите. Посмотрите на это. Но. Я хочу полностью сменить контент. Я хочу сказать вам, что это... Я не знаю, правда это или нет, но мне хочется сказать, что это последнее мукбанг-видео на канале. В таком вот формате. В таком вот формате, в котором мы с вами уже встречаемся 4 года, я не знаю сколько времени. Очень давно. Я хочу это изменить. И знаете, каждый раз у меня была эта мысль. Ну вот она где-то... Знаете, когда ты боишься этой мысли, потому что понимаешь, что ты не знаешь, что ты на перепути стоишь. Я надеюсь, что вы меня поймете, у каждого такое было. Так, смотрим. Такая тарталетка. Ребята, я вообще об этом не собиралась говорить, вы понимаете? Это нет. Тарталетка. Оу, е. Просто класс. Просто кайф. Просто вау. Так, пробуем. Вкусно. Обалденное. Не знаю, поймете вы мне или нет. У каждого из нас такое было, знаете, в жизни. Мне кажется, вот кто как раз-таки работает, когда ты понимаешь, что тебе... Что все хорошо, как бы все нормально. Да, все как бы само собой едет. Но тебе нужно расти и развиваться. Так, ребята, это такие красивые штучки. Это называется канели, по-моему. Все точно покажу. Я ни разу не пробовала, я их видела в кофейнях. Появляются. Да, это канели. Это такие французские десертики. Очень прикольные. Я половиночку уже попробовала. Знаете? Это что-то такое... Что-то такое яичное. Такое в разрезе. В принципе, ничего. В общем, сейчас у меня тот период, когда я хочу чего-то нового. Мне хочется, знаете, ну... Перейти на другой уровень, я бы так сказала. Так. Это просто вау. И неужели такого мы больше не будем с вами делать? Блин. Я не хочу. Мне очень нравится. Знаете, вот такой, я прям обожаю такой формат. Очень вкусно. Но у меня, понимаете, как будто бы я хожу по кругу. И это плохо. Это вот такое ощущение, когда... Нужно вырываться. Не нужно думать, ничего страшного, буду дальше по кругу ходить. Это ни к чему хорошему не приведет. Пожалуйста, чтобы меня не потерять, подписывайтесь на мой Телеграм. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии. И в описании под видео. Не показала вам. Обалденно вкусно. Чизкейк. Называется Сан-Себастье. Я не знаю, кстати, в чем его отличие от обычного чизкейка. Видимо, что вот у него есть такая корочка. Запеченная. Прекрасно. Очень вкусно. Вы как вообще готовы? Конечно, я не хочу уходить. С Ютуба, естественно. Я хочу дальше снимать. Ну, понимаете, я снимаю мукбанги. Для меня это просто сел. Ну, это как вот... Это уже стало обыденностью, понимаете? От этого... Мне это не нравится. Так. Это брауни, ребята. Пробуем. Вау. 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 Посмотрите только на это. Это как чизкейк шоколадный. Шоколадный мусс. В общем, вот так. Темный шоколад. Прикольно очень. Не знаю. Скажите что-нибудь мне. Может быть, я буду делать какие-то рецепты или еще что-то. Обсуждать какие-то интересующие меня темы. с вами чем-то делиться. Моими какими-то открытиями из обычной жизни моей. Но как бы я, в принципе, сейчас, да, все это делаю, но просто не в формате мукбанга. А в другом формате. Убрать из этой составляющей мукбанг. Я не знаю. Как вы вообще? Готовы? Тут просто все от меня отписались. Я уже раньше говорила, что мне бесит русский мукбанг. Что он такой колхозный. Что он такой некрасивый. Что он такой некачественный. И он таким и остался. Когда я вижу людей, которые снимают мукбанг, я не хочу снимать тоже. Понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, это не... Ну, как бы... Еще окей, если бы меня любил YouTube, да, и как-то там меня в космос вкидывал мои видео, но такого нет. То есть я вижу, какое люди снимают. Мягко говоря, ну, не очень. И я не хочу просто в этом же участвовать. Понимаете? Я... Я... Я не знаю, как сказать. Вы мне, может, сейчас опять начнете хейтить, что вот, ты там такая-сякая. Ну, вы должны, наверное, видеть разницу эту и ощущать. и... Мне просто казалось, что я приду, буду красиво снимать. Люди это оценят, но у нас люди больше ценят какую-то такую, вот, знаете, посиделки какие-то, разговорчики. Какая-то такая, чтобы... Ну, можно, чтобы много было еды, да, там разные просто огромные столы, вот это... Ну, ребят, я понимаю, что нет. Я как будто уже из этого... Я попробовала это, занималась этим достаточно долго, сейчас я хочу идти дальше. Давайте посмотрим. Это называется улитка вообще. Так. О-оу. Вау. Я думаю, что мы оставим что-то такое, что-то типа мубанков в любом случае будет выходить. Ой. Ну, не знаю. Неплохо, знаете, как и такая булка, мягкая. Но... Мне, знаете, похоже на ромовую бабу без рома, вот так. Что-то будет выходить такого формата. Потому что, в принципе, я без этого, наверное, не смогу. Мне захочется в любом случае, знаете, заказать там роллов с вами поесть. Да, это все захочется. но топить только на это я не буду. Понимаете? я в шоке, что я это говорю, потому что я вообще собиралась про другое снять, и я вообще не собиралась ни в чем подобном признаваться сегодня, ребятки мои. Понимаете? вау. 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 Вот так. Не знаю, грустно, да? Я в шоколаде. Убрался у меня там шоколад? Знаете, иногда сидишь на монтаже, смотришь на себя, а ты там в крошках, в шоколаде, и никто ж не скажет, не видит никто. На монтаже это уже никак не убрать. Я очень надеюсь, на самом деле, на вашу поддержку. Я очень надеюсь на вашу подписку. Я очень надеюсь вообще на вас, что вы у меня есть. И что вы у меня поддерживаете? Ну, плюс еще у меня сейчас поменяется статус. Я просто я не хочу уже просто сидеть и постоянно вот это вот ну, солить. вот так. Я не знаю, как все получится. Может, ничего у меня не получится. Вот это очень вкусный тортик. Шоколадный миндальный. У меня, знаете, уже нет такой уверенности, какая была раньше, потому что у тебя всегда большой процент уверенности и переоценки, да, там, себя и так далее, когда ты просто думаешь о том, чтобы чем-то заняться. Вот ты думаешь о том, чтобы заняться там плаванием и тебе кажется, да, я в плавании буду ас, да, я буду плавать так, что мне все обзавидуются, да, то есть, ну, вот понимаете, да, о чем я говорю? Что я вообще пловец по натуре своей. А потом ты начинаешь плавать, ходить в бассейн, сталкиваться с трудностями и ты переоцениваешь свои силы, да, что ты на старте ты думал одно, по факту в жизни все бывает совсем по-другому. Тут тоже самое, да, то есть формат мукбангов, он очень удобен, он, ну, просто он прекрасен. Ты вот покупаешь еду, смотришь, своего рода распаковка с едой. Формат распаковок, он тоже очень удобен. Но приходит время, когда ты хочешь попробовать еще что-то, и ты понимаешь, что больше тебя это не вставляет. Понимаете, я уже научилась раскладывать эту еду красиво, все, я уже научилась выстраивать вот этот кадр. Я хочу идти дальше. Я хочу пробовать. Конечно, мне страшно, что вы меня не поддержите, что у меня не будет никакого отклика от людей, что это будет все впустую, конечно, да. Но, если не будешь искать, ты никогда не узнаешь. будешь так же сидеть в тупую, долбить. Ну и что дальше? В общем, ребята, вы поняли. Кто просил тортики для вас? Все для вас, ребята. что думаете на этот счет? Стригла челку не совсем я себя ощущаю с челкой, честно вам скажу. как-то мне хотелось, я вот подстригла и теперь я ее не ношу, ношу вот так, ну как-то вот так. Не знаю, пока не поняла. Видео, которым писала сценарий, запишу в следующий раз. Там, правда, очень интересная тема про родительство, потому что я сейчас очень много читаю, смотрю разных психологов. Знаете, я как-то раньше говорила, что я, в принципе, не хочу быть психологом, да, вот что-то такое, ну вот. Но по факту, знаете, я вот так оглядываюсь на свой опыт, который вот у меня сейчас уже есть, и я вижу, что моя вся работа была связана, в принципе, с людьми, с психологией, с детьми. Я работала более трех лет, HR-ом я работала более трех лет, да, более четырех. ну, в общем, в принципе, это моя тема, да, то есть, я склонна вообще себя всегда недооценивать, и говорить, да, и там, что я знаю. По факту, я в этом очень долго говорилась, и сейчас я активно читаю, сейчас погрузилась вот в детско-родительские отношения, в детскую психологию, там, в разные кризисы и так далее, ну, просто, чтобы мне самой обновить те знания, которые у меня были, потому что я там в последнее время работала HR-ом, и, в принципе, детьми не сильно интересовалась, и сейчас немножко все по-другому мне воспринимается ложиться эта информация, чем там пять лет назад, и поэтому я даже не знаю, думаю, может быть, все-таки не надо, знаете, так отбрасывать эту психологию, потому что я ее выбрала, выбирала я ее душой, мне вообще, знаете, три, наверное, у меня три вещи, которыми я хотелось бы заниматься мне, это психология, это актерство, искусство, блогинг, ну, вы поняли, да, вот это вот создание контента, и третья вещь, это рисование, может быть, лепка, рисование, еще что-то вот такое, то есть, это вот три моих основных направления, моей личности, которые я точно в себе прощупала, я знаю, что это мое, и, ну, мне бы хотелось их вот прокачивать и развивать, вот, потому что психология мне прям ложится, я, знаете, психология такая наука, что, в принципе, когда ты читаешь, что это фундаментальное, оно, его сложно понять, потому что там, ну, много теорий, и мне всегда было сложно в универе, из-за того, что, знаете, ну, то есть, ты, как бы, ты говоришь, как ты думаешь, а по факту ты думаешь неправильно, потому что там, кто-то уже доказал опытным путем, что это и так не работает, и тебе кажется, что это так работает, вот, вот в этом, то есть, ее нужно глубоко изучать и глубоко понимать, вот, мне всегда казалось, что моих мозгов просто на это не хватает, но сейчас, вот, вернувшись в эту тему, я понимаю, что, в принципе, да, хватает вроде, да, вроде бы я понимаю все, вот, но, опять же, у меня там есть высшее образование, для того, чтобы быть психологом, тебе нужно еще конкретно какое-то пройти направление психологии, как бы, высшее образование, оно как бы считается психологией средним, для того, чтобы тебе быть каким-то психологом, конкретно, да, тебе нужно определиться со школой, в какое направление ты будешь работать и уже пойти обучиться и получить сертификаты этой школы, то есть, это вот так работает, но я думаю, что, как бы, Может быть, не надо мне, знаете, так все отбрыкивать, что да, это все глупости там. Нет. Почему? И, наверное, вот об этом тоже я буду говорить на канале. Просто для того, чтобы, знаете как, если хочешь что-то изучить, начни об этом вести, там, блог или еще что-то, чтобы закреплять, да. То есть ты это читаешь, ты это изучаешь, ты составляешь какой-то план, а потом ты рассказываешь людям, как вот какую-то такую лекцию. Интересную, в интересном формате. Вот. Ну, вот про это думаю. Вот у меня такие три направления, и у меня все время, знаете, так душа рвется и туда, и сюда. Но я думаю, что, в принципе, все это реально совмещать. И не обязательно выбирать только что-то одно. Ребят, наверное, все. Что хотела сказать, сказала. Мне страшно, как и вам. Но надо быть смелым, нужно не бояться. Нужно экспериментировать, идти вперед. Вот, потому что достаточно людей, кто стоит на месте. И кто просто бьется лбом о стену. Я не хочу быть таким человеком. Я хочу пробовать, я хочу развиваться. Очень надеюсь на вашу поддержку. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк. Это очень меня поддержит. Всем до встречи, пока.